Я ведущая проекта «Женщины вне возраста». Это 12-дневная программа «Здоровье». Вместе со своей командой мы постараемся ответить на два серьёзных вопроса. Отчего жизни одних освещается лучами здоровья, а жизнь других находится в тени болезней? Как каждая из нас может повлиять на продолжительность и качество жизни? Милые женщины, рада приветствовать вас на последнем нашем уроке. И самое короткое введение в тему. Исходя из процентного соотношения воды в организме человека, есть все основания полагать, что человек — это жидкость. Не знаю, согласится ли со мной эксперт. Сегодня с нами поговорит и ответит на вопросы, сколько и что именно нужно пить, врач общей практики Наталья Назарова. Будем внимательны. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня наша тема о воде. Мы поговорим с вами о том, зачем она нам нужна, насколько она цена для нас, сколько нам нужно её пить и в какое время. Итак, если говорить о воде, то нам нужно вспомнить такой факт, что наш организм в большей степени, по большей части состоит из воды. В среднем это 65-70%. Это в среднем. Это количество зависит от возраста человека. Чем старше становится человек, тем меньше, к сожалению, он содержит воды. Наши ткани и органы начинают терять воду с возрастом. Но если мы посмотрим на разные органы отдельно уже, то мы увидим, что они тоже содержат очень разное количество воды. В крови, в мозге самое большое, наверное, процент воды. Но даже те ткани, которые... Ткани системы органов, которые кажутся нам такими твёрдыми, жёсткими, кости, зубы, например, они тоже содержат достаточно много воды. Поэтому она есть у нас везде. Она нам очень нужна. Хочу коснуться таких, знаете, самых основных моментов пользы воды для наших разных органов и систем. Например, если мы говорим о крови. Достаточное количество воды, оно обеспечивает хорошую текучесть крови. Мало воды, кровь становится более густая. Она становится склонна к тромбозам. Она хуже переносит питательные вещества и кислород. Соответственно, кровь, в которой воды достаточное количество, всё это делает хорошо. То есть она хорошо переносит питательные вещества, хорошо доносит кислород до всех клеток. Между прочим, артериальное давление тоже зависит от нормального количества воды. Чем меньше воды, чем более обезвожен организм. Может быть, не все знают об этом факте. Чем более обезвожен организм, тем больше идёт склонность к повышению давления. Потому что на самом деле, вроде бы, меньшее количество можно легче отправить по сосудам. На самом деле, если кровь становится более густая, даже если её меньше, но её тяжелее проталкивать по сосудам. И давление у такого человека может повышаться. Поэтому всё равно нужно необходимое количество воды выпивать, чтобы было хорошее давление. Следующий момент. Это работа нервной системы. Для нашего мозга вода очень и очень важна. Дефицит воды может проявляться в том, что могут возникать такие мигреневые головные боли, может возникать неустойчивое настроение, меняться может от разных причин. Кстати, это особенно хорошо заметно на маленьких детях. Они становятся более капризными и начинают больше приносить беспокойство своим родителям. Если говорить о пищеварительной системе, вода очень важна для хорошей работы органов пищеварения, потому что она входит в состав пищеварительных соков. Если воды мало, пищеварительные соки становятся более концентрированными. И не всегда это хорошо бывает, потому что они могут быть более агрессивными и могут повреждать слизистые оболочки пищеварительных органов. Кроме того, вода нужна для того, чтобы кишечное содержимое проталкивалось, продвигалось хорошо по кишечнику. Поэтому дефицит воды может приводить к запорам, и это очень большая может быть проблема. Еще один момент, который нужно сказать, это работа суставов. Хрящи, которыми покрыты концы костей в суставе, внутрисуставная жидкость, во всем этом присутствует вода. И, между прочим, как раз из суставов, изнутри суставной жидкости, из хрящей, вода забирается в первую очередь, если в организме воды не хватает. Поэтому это как бы нежизненно важно, работа суставов. Поэтому у человека с дефицитом воды, с длительным таким суставов будут страдать. Еще что нужно сказать, это выведение отходов, работа почек, работа кишечника, работа кожи, выделение пота, это все зависит от воды. Если мало воды, то моча становится более концентрированной, более едкой. Через кишечник вода, опять же, становится, ее организм выводит меньше, то есть, опять же, я уже говорила, что может возникать склон их к запорам. Количество пота уменьшается, и он становится таким более концентрированным, может приобретать неприятный запах. И, кстати, это же также отражается на функции терморегуляции, потому что, когда нам жарко, например, на улице жарко, или вдруг, если мы заболели, и у нас повышается температура, то организм вырабатывает много пота для того, чтобы охладить себя. Если нам не хватает воды, то вот этот механизм очень сильно страдает. Поэтому, видите, как много функций зависит от воды и насколько это важно. Давайте мы теперь с вами затронем такой вопрос, как мы можем распознать симптомы дефицита воды. Очень многие люди ориентируются на чувство жажды и говорят так, что если у меня есть жажда, значит, соответственно, воды мне не хватает. Нет жажды, мне не нужна вода. Но хочу сказать, что это чувство часто бывает обманчивым. У многих людей, которые живут в реальном дефиците, в таком уже, можно сказать, в обезвоживании многие годы, это чувство жажды как бы атрофируется. Поэтому не нужно на него всегда ориентироваться. Можно смотреть на то, сколько мочи вырабатывают почки. То есть если она концентрированная, такого яркого желтого цвета, с запахом, ее не так много, это, к сожалению, признак дефицита. Если есть склонность к запорам, если есть частые головные боли, если есть такая метеочувствительность, это все может говорить о проблеме дефицита воды. Ну и, конечно, жажда тоже. Но просто я вот этот момент хочу заметить, что она может не быть первым признаком дефицита воды. Это нужно знать и учитывать. Давайте мы теперь с вами затронем вопрос, что мы можем использовать в качестве источников воды, откуда мы можем ее получать. Ну, во-первых, хочу сказать, что часть воды частично мы можем получать ее в процессе обмена веществ. У нас идут реакции в нашем организме химические, в результате которых получается вода. Но ее не так много. Где-то несколько сот миллилитров, до 500 миллилитров может образовываться в течение дня. Это не так мало вроде бы, но это не покрывает те потребности, которые нам нужны. Поэтому основное количество воды, это, конечно, то, которое мы употребляем извне. И самым лучшим источником воды является просто чистая вода. Просто чистая вода. Конечно, отдельный вопрос – это очищение воды. То есть, если у нас есть вода хорошего качества, с хорошим фильтром мы пользуемся. То есть, вот эти вот моменты для того, чтобы получить хорошую воду, всегда нужно использовать хорошие возможности для этого. Итак, если говорить о напитках, которые лучше не использовать в качестве источников воды, то это напитки, которые содержат сахар. Особенно это касается сладких газированных напитков. И особый акцент хочу сделать на кофеин, содержащих напитках, и алкоголе. Это нельзя вообще говорить об этих напитках, как об источниках воды. Что касается других напитков, которые все-таки можно, ну, как альтернативу, использовать в качестве источников воды, то это может относиться к травяным чаям разным. Например, напиткам из цикория, к несладким ягодным морсам. Ну, вот примерно такие напитки могут, в принципе, считаться альтернативой воде в течение дня. То есть, их можно включать в то количество воды, которое мы пьем. Ну, а если говорить о количестве воды, которое нам все-таки нужно употреблять, то оно, конечно, разное для каждого человека. Оно может быть индивидуальным. Есть формула, по которой можно рассчитать это количество, которое зависит от возраста, от пола, от физической нагрузки, от погоды и так далее. Но такая самая простая формула, которую мы можем с вами использовать в повседневной жизни, это примерно 30 миллилитров на килограмм веса. Это при условии, что человек не болен, он не выполняет какую-то большую физическую нагрузку, и на улице обычные такие погодные условия, не жарко и не сильно холодно. 30 миллилитров на килограмм веса. Если, например, у человека есть избыточный вес, то к этому количеству добавляется по одному стакану на каждый 10 лишних килограмм. Ну и если есть повышенный расход воды, например, опять же, физическая нагрузка высокая, или жарко, или температура тела высокая, то это количество воды может увеличиваться. Ну, тоже по-разному. Ну, примерно до 50 миллилитров на килограмм веса оно может, в принципе, увеличиваться. Если говорить о том, когда нам нужно пить воду, когда лучше всего ее пить, то здесь общие такие рекомендации, их можно так сказать. Лучше всего это делать отдельно от еды. Это не жесткое такое правило, но это лучшее, потому что тогда не будет перерастягиваться желудок и не будет возникать такого ощущения, что мы переедаем, когда мы запиваем еду водой. Поэтому лучше всего пить между едой, примерно, например, через 2 часа после еды и примерно заканчивать за полчаса до еды. Ну, вот ориентировочно в такое время. Пить воду в течение всего дня можно и нужно небольшими порциями, там, по полстакана, по одному стакану за раз. Желательно не сразу много, например, там, 2 стакана, 3 стакана за раз. Не очень хорошо, потому что тогда она очень быстро выводится, не принося особой пользы для нашего организма. Большую часть воды лучше выпивать в первой половине дня, немного меньшую часть выпивать у второй половины дня. Хочу закончить, друзья, вопросами, которые можно задать самому себе. Например, если у вас симптомы дефицита воды, проанализируйте себя, свое самочувствие, то, о чем мы говорили. Может быть, вы можете что-то увидеть в своем здоровье, на что нужно обратить внимание и изменить такой питьевой режим собственный. Ну и каково ваше реальное количество воды. Посчитайте, сколько вам нужно этой воды, чтобы вы были спокойны за то, что вы получаете достаточное ее количество. Поэтому хочу вам пожелать здоровья, хочу вам пожелать, чтобы питьевой режим ваш был достаточным, таким качественным, чтобы вы себя чувствовали хорошо и будьте здоровы, всего доброго вам. Полагаю, что, возможно, вот такие стаканы мотивируют нас к тому, чтобы мы употребляли достаточное количество воды. Я, конечно, не могу вам подарить эти стаканы, но в копилочку добавлю некий такой символ сосуда, содержащего воду. Это леечки. Спасибо. Да. Во-первых, вы будете помнить, чтобы они у вас не ржавели, да, всегда в них была вода. Во-вторых, из леечки можно что-либо полить, что-либо вырастить, получить плод достойный. Но и самый главный плод, о котором мы рассуждали на протяжении всех этих 12 дней, это наше собственное здоровье и здоровье наших близких. Я желаю вам быть счастливыми, здоровыми. Урок окончен. Спасибо. На протяжении всех дней проекта я рассказывала историю долгожителей, которые жили и живут далеко, некоторые очень далеко от нас. Сегодня долгожители рядом со мной. Ольга Петровна и Константин Александрович Гренц. Ольга Петровна перешагнула 90-летний рубеж. Ее лучистый взгляд, ясный разум, бодрость духа восхищает, мотивирует, переключает внимание от житейских передряг. «Жизнь прожить, не поле перейти», — так говорит народная мудрость. Практически все люди веры знают наизусть 22-й псалом Давида. И в нем тоже говорится не о ровном возделанном поле, но о долине смертной тени. Неоднократно под тенью смерти проходила и жизнь супругов Гренц. Однако выжили, подвигом добрым подвязались, течение совершили, веру сохранили. Субтитры подогнал «Симон» Смотрите, когда у вас сильный спазм, когда вы чувствуете, что у вас начинает болеть голова, то есть я бы советую попить воды, естественно. Во-вторых, здесь может быть очень сильный спазм передавливать сосуды. Значит, правильное упражнение для этих мышц, чтобы их растянуть, чтобы вот эти маленькие мышцы растянуть, это всего лишь диапазон, то есть не склон головы, а именно такой вот. То есть это первый позвонок, то есть там очень маленький градус. Как бы появился такой у нас неприятный наш второй подбородок, но мы растягиваем мышцы, затылочные мышцы. Чувствуем, нет? Это такое вытягивание. И вытягивание, надеюсь, вы даже можете этого не чувствовать, но поверьте, ваши мышцы это очень хорошо чувствуют. И вытягиваемся вверх, макушечку еще как будто чуть-чуть вверх. Вот, вот, вот. И в этой позиции сохранились. И вот вытягиваем, вот, вот так. Макушечку вытягиваем вверх. Вот, вытягиваем, вот. Вот это вот совсем чуть-чуть, маленький такой уголок. Чувствуете? Вот здесь вот должно вот это место вытянуть, вот так, выше. Не здесь ниже, а здесь выше. Выше, выше, выше. Вот так, вот. Смотрите, дальше мы можем своими ручками делать вот такие вот круговые движения в этом месте, на этих подушечках. Только не вовнутрь. Это движение должно быть от середины наружу. Раз. Два. То есть мы пытаемся это место раскрыть. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Дальше мы делаем то же самое. Выдлиняем вверх и хотим еще повернуться совсем чуть-чуть в этом диапазоне. Не в этом диапазоне, а в этом диапазоне. То есть мы ее, понимаете, мы ее растянули и разворачиваем. То есть мы ее максимально хотим удлинить. Далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаемся. Спокойный вдох. Выдох. Какие ощущения сейчас в голове? Не делайте это так, чтобы вам было больно, не сильно напрягая, да, если вот чрезмерное такое напряжение. Это должно быть все очень деликатно, тем более эта голова очень спокойна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала первый вопрос такой, что такое стресс? Вот просто произвольное определение, на ваш взгляд, что это такое? Ну, судя по тем планам, которые у меня есть, столько не живут. И заметьте, что все, чего бы ни касалось, это только относится к тому, к чему вы неравнодушны, да? Если это происходит не с вами, не с близкими людьми, не в том окружении, которое как бы вам хорошо знакомо, то вас это практически не касается. Вы стрессы, в общем-то, не испытываете. Ну, то есть это любая ситуация, в которой вы неравнодушны, и которая вызывает у вас какую-то ответную реакцию в виде напряжения вашего организма. К сожалению, я в группе риска. Впрочем, не знаю по линии папы, а вот мама рано ушла из жизни, онкология. То есть ученые стали приходить к такому выводу, что вреден не сам стресс по себе как таковой, как явление, как состояние, душевное состояние, физическое состояние человека, но в привязке с убежденностью в том, что стресс вреден. В Библии написано, что в жизни вашей 70 лет при большей крепости 8. Нет, для меня онкология не приговор. Наоборот, мне думается, что это вызывает к большей ответственности за свой выбор жизни. И вообще мы с Богом сотрудничаем. Он сначала нас творит в очреве матери, а потом мы продолжаем себе творить своим выбором. Мы знаем, что очень много людей прошли через какие-то тяжелейшие испытания, и тем не менее их жизнестойкость несопоставима с той жизнестойкостью, которой обладаем мы. Мы, в общем-то, может быть, еще наше поколение, оно как-то застало какие-то трудные времена, времена дефицита, я не знаю, времена каких-то переживаний, может быть, времена, когда увольняли наших родителей с работы, или гонения на наших родителей, если это люди веры были, или люди, занимающиеся чем-то таким, что было запрещено в государстве этот момент. То есть это были довольно переживательные такие моменты. они нас еще как-то укрепляли. Мы подсознательно, ну вот, мы, может быть, этого не понимали, но на самом деле это является подтверждением тому, что стресс оказывал на нас достаточно положительное влияние. То есть он только способствовал тому, что организм адаптировался к этим условиям, и он вырабатывал некую такую стойкость, что помогало двигаться дальше. На самом деле от многого. Утром проснулась, глаза открыла, радуюсь. У меня трое детей, трое внуков, любимый, любящий муж, это большая радость. Мы в последнее время очень много с ним вместе путешествуем. Это доставляет нам огромное удовольствие. Я очень люблю учиться, благо сейчас очень много возможностей для этого. Адреналин вообще способствует тому, чтобы каким-то образом накопить энергию. То есть здесь происходит мобилизация нашего организма, откуда надо брать энергию, и вот адреналин, он этому способствует. Он не делает вам хуже. Он просто пытается весь ваш организм привести в боевое состояние. И вот кортизол, он отключает или блокирует те системы организма, которые энергоемкие очень. Ну вот какие энергоемкие? Это пищевод, да, пищевая система, пищеварительная, так скажем, грамотная система. Это иммунная система, это репродуктивная система, это когнитивные способности. То есть когда человек находится в таком очень волнительном состоянии, он перестает рационально мыслить. После пятидесяти такой, какую жизнь женщина изберет. По столу Павел писал, что я никому, ничем не обязана, кроме взаимной любви. И я думаю, что вся наша жизнь, но моя точно, была посвящена тому, чтобы научиться любить. Это такая наука, в которой нет ни докторов, ни магистров. Мы все на одинаковом уровне, все шкалеры. И вот параллельно включается симпатическая нервная система. Симпатическая начинается на букву «С». Я близка к филологии, поэтому я обожаю всякие такие вещи, сопоставления со словами. Стресс тоже на букву «С». Симпатическая, она вот эта вот система мобилизации. То есть вот стресс симпатическая, они как бы вот в паре. Одно без другого невозможно, да? Любовь на самом деле – это не поле сражения, это не армия с муштрой, с какой-то дисциплиной. Любовь – это такие необъятные горизонты. Это всегда яркие, добрые, положительные эмоции. И вообще, я думаю, что жизнь, она не измеряется количеством лет или дней, скорее вот именно такими яркими моментами. Чем больше этих моментов, тем длиннее жизнь. То есть наступает какая-то разрядка, и в это время включается парасимпатическая система. Парасимпатическое – слово «пэ» начинается, да? Это покой. То есть ты успокаиваешься, в конце концов. Вот когда любой стресс, чем бы он ни был вызван, в вашей жизни происходит, и вы проходите полный цикл. Все, о чем я вам сейчас сказала, да? И симпатическая, и парасимпатическая система, вот тогда стресс безвреден. Более того, он может принести некую пользу, потому что организм приобретает опыт определенный, и вы понимаете, как себя вести в той или иной ситуации. Как-то в Испании я узнала, что у пожилых людей есть две табуированные темы – болезнь и смерть. В нашей стране другая крайность. Хочется баланса. Ровно столько говорить о болезнях, о смерти, о страданиях, может быть, чтобы захотелось встать, пойти что-то делать. Делать своими руками, мечтать со своими внуками. И надеюсь, что после нашего проекта так и будет. Добрый день. Сегодня на обед у нас первое блюдо – это крем-суп из лесных грибов. В него входят лесные грибы, такие как подберезовик, белый гриб тюменский. Подберезовик местный, шампиньон Андаврида королевский и простой белый. Также в состав этого блюда входит лук-порей, лук репчатый, морковка и картошка. Все это обжаривается, томится в воде небольшое количество времени и пробивается блендером. В конце за минут пять добавляется, ну, доводится до соли, до вкусом, до вкуса нужного. Вот, добавляются сливки небольшое количество. То есть в данном случае небольшое количество. Вариантов есть куча, есть просто на основе белых грибов. Это шикарный суп. Считается деликатесом в Италии, например. Называется он парчини по-итальянски. Так что приятного аппетита. Первое блюдо у вас такое. И Павел Андреевич разложил карту передо мной. Вот Омск, Томск, вот это вот. Туда надо дирижеру хором руководить. А я сижу и говорю, не знаю, я хочу где горы. Ну, тогда Усть-Каменогорск. И мы хором только начали, работали, пели все так рады. Три машины приезжают, чекистов, и ребят набрали. Разган, разогнать всех. Разогнали нас всех там. Конечно, трудно было, но колени мы не жалели. Вот это самое главное. Мы чувствовали, что Господь нам помогает. Спасибо. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok